я рад вас приветствовать после небольшого расставания власти обеспечили мне отпуск на 10 дней в санатории новогодний такой отпуск я провел под арестом хочу вас поздравить с наступившим новым годом прошедший год был плохой поганый год новый будет тоже тяжелый хотелось бы сказать что все будет прекрасно но предпосылки мягко говоря негативные экономические социально политические тем не менее я уверен что вместе мы многие трудности сможем преодолеть поэтому главное нам в новом году здоровья раз бодрости духа 2 оптимизма жизненного и солидарности я лично не вижу каких-то признаков тяжелейших там смертельных заболеваний у путина чтобы он там не сегодня завтра ласты склеил и как бы померну в буквальном смысле думаю что нет поэтому физически я думаю 21 год переживет а вот политически имеется виду политически будут ли такие проблемы у путина и действующей власти которые могут пошат пошатнуть вот эту их монополию которую не всеми силами и всеми правдами неправдами стараются сохранить вот как раз на то чтобы этот год пережить без потрясений для себя власть сейчас я об этом говорю уже не первый месяц но все подтверждается тут конечно не надо быть большим пророком подтверждается их тактика ведь посмотрите зачищает планомерно политическое пространство выбора в госдуму зачищают я четко знаю по мне работают конкретные структуры спец фсб в данном случае да еще с болотного дела уровень качества их работы невысокая они вот как себе забили в голову еще там есть 15 лет назад что мы все какие-то там агенты госдепа они даже нас и ведут поэтому то что сейчас со мной происходит это не удивительно я четко знаю я каждый раз обращаюсь к этим не знаю как их там называть господам да вот не сильно надеюсь что кто-то услышит да тут надо другими методами действует что что вы остановитесь я же прекрасно вижу какая стоит задача то есть уже два административных правонарушения они мне в течение года сделали это вот последний мой арест который сейчас я вот вышел вчера освободился он еще не вступил силу мы его обжаловали в мозгур суд но я не сильно верю понятно более высоких инстанций европейском суде это дело полностью будет развален но их то задача сейчас мне сфабриковать эти административные материалы то есть если сейчас она вступит в силу я вас уверяю тут же полиция выйдет опять ужесточить ненадзор плюс не забываем дадинская так называемая статья задача меня подвести к уголовке вот это я не сомневаюсь я просто так не дамсь и посмотрите ведь методично отрабатывает по широкому кругу оппозиционеров кого они считают потенциально угрозы кто может на улицу позвать кто может людей объединить да они мешают все в кучу в этом их в том числе колоссальная вот это ошибка и преступление всех кучу мешает и патриотическую оппозицию и прозападу это две большие разницы хотя мы против репрессий вообще в отношении кого бы то ни было но когда еще и патриотов начинают крепить так же как и прозападных вот этих оппозиционеров это вообще уже шизофрении но у них все все под одну гребенку все под одну гребенку все враги поэтому когда тут спрашивают к сожалению мои слова может быть будут не очень кому приятны когда кого освободят никогда и никого дорогие мои до выбора по крайней мере платошкин сидит под домашним арестом до выборов все это будет продолжаться к сожалению дадут срок условные неусловные мы всем желаем свободу но я говорю про планы власти шиндакова посадили будут сейчас выводить на реальный приговор сына левченко да будут держать заложника чтобы сергей левченко губернатор иркутской области я не говорю бывшие по беспределу оттуда убрали его все равно считаю народным губернатор чтобы он себя тоже ограничивал ну сына защитить да не все могут как товарищ сталин сказать мы солдат найти на генералов не меняем когда его сына якова предлагали обменять и сын его погиб в итоге не все так могут значит надеются что левченко будет себя потише вести груденина продолжает щемить чтобы он тоже может быть там воздержаться от какого-то активного участия в тех же выборах и думал только больше о своих проблемах да и далее по списку там шереметьево мандата будут лишать голямину юрию да она уже из либерального лагеря тем не менее до условным сроком нагрузили сейчас вступит в силу значит не сможет уже выдвигаться в госдуму и будут лишать мандата муниципального депутата соболь я не фанат этих вот ребят да мы вы знаете у нас такие отношения не не самые простые но ясно против репрессий мы даже солидарно выступать собольта возбудили дело она чью-то квартиру пыталась ворваться до страшное преступление но ведь сделают сделают какой-нибудь там условный срок опять же чтобы в госдуму не выдвигалась с навальным отдельная история но тоже там все запутано сейчас уже обложили так чтобы не возвращался мы не идеализируем навального но и работа власти по противодействию ему и его значит сторонникам есть есть мы это не можем отрицать и так работают вот по широкому кругу к сожалению я боюсь поэтому призываю всех будьте бдительны сейчас аккуратней сейчас все спецслужбы приведены в режим повышенной готовности центр и псб все там другие подразделения министерства внутренних дел будьте бдительны не подставляйтесь следите за своим языком любые наши действия должны быть согласованы продуманы это не к тому я говорю что надо капитулировать и сидеть и не шевелиться но аккуратнее потому что любой любой сейчас ваш таскать просчет минимальный тут же они вас цепляют тут же какая-нибудь значит провокация уголовное дело административное дело и пошло поехал сейчас как я вот перед новым годом из спецприемника написал во первых мне бояться надо мне бояться проявлять максимальную бдительность и осторожность осторожность не значит равно бездействие осторожность это значит не подставляться и третье солидарность солидарность как ни крути нравится не нравится до либерала нам не особо нравится мы им тоже не особо нравимся но продумывать какие-то совместные действия по защите друг другу помимо этого на выборах же ясно что уже будет вот вспомните там 2019 год будет отрабатываться похожая схема многих будут не регистрировать будут стравливать друг с другом наполнять все спойлерами и если мы хотя бы минимально не будем координировать свои действия вот левые силы патриоты с либералами там националистами хотя бы неформально вы знаете я давний сторонник широкой коалиции для решения конкретных задач честные выборы смена власти мирным путем не более не менее тут все могут объединиться получится широкая коалиция получится ее формализовать хорошо но времени все меньше много у всех амбиций какие-то противоречия не хочу сейчас ругаться ни на кого уже новогодняя сегодня программа не будем ругаться ну хотя бы неформально нужно консультироваться и продумывать сценарии во первых если будут тотальные репрессии но хотя бы на этом потому что никого нигде не освободят пока тысячи людей сотни да не выйдут на улице а других нет методов вот против этого бороться других методов нет пикеты там всякие значит сборы подпись это все правильно здорово на суды нужно ходить но опять же когда приходит там 100 200 300 человек это прекрасно но этого недостаточно это власть не остановит да может быть чуть-чуть смягчит приговор или какое-то решение но не остановит поэтому все равно цель только одна остановить этот беспредел можно только массовыми уличными действиями вот и все для этого конечно нужна координация пока ее не хватает так и будут сажать завтра еще кого-то арестует а мы все только ох ох в интернете ох ох ужас кошмар негодяи да но это понятно это эмоции но от одних эмоций то мало крупных городах у либеральная оппозиция есть база сторонника мы должны это фиксировать признавать это и наши недоработки в том числе где то есть ну идейные такие вот люди которые не разделяют наши левые взгляды да мы же не тоталитаристы мы же не говорим что все кто наши взгляды не разделять все должны быть там уничтожены и значит ликвидирован нет да мы можем не соглашаться но этот фактор учитывать есть крупных городах прослойка сторонников либеральной буржуазной оппозиции даже прозападной нам это не нравится но у них есть сторонник начало тут думать как эту энергию не растратить вообще в холостую хотя бы на пользу а круга где-то распределять чтобы не мешать друг другу если снимает одних поддерживать других поэтому вот если это солидарность будет страх преодолеем будет взаимопомощь да они будут нас крепить сажать запреты все сохраняться митинги будут запрещать я вас уверяю еще вот до выбора все будет там 2 волна 3 4 10 какая угодно это вот не надо ходить гадалки любые уличные акции будут максимально затруднены запрещены их проведение будет связанного с угрозами арестов посадок и так далее ну давайте думать у нас и депутаты госдумы есть встречи с депутатами есть другие формы давайте думать что где-то да не расплескивай свои силы в холостую но где-то в какой-то момент сказать стоп хватит какой-то денег с выбрать и показать наши возможности да почему бы и нет они кстати власти только этого и боятся только это давайте думать вместе но в любом случае будет вот это ваша солидарность и активность будет больше головной боли у власти будет необходимость что-то менять и спокойной жизни мы не дадим в двадцать первом году поэтому я лично не хочу чтобы путин единой россии все их приклеиватели друзья и родственники этот год провели спокойно припеваючи без проблем надо им создать эти проблем